У каждого в этом зале своя нерадостная история. Кто-то попал сюда из-за желания попробовать новое, кто-то из жажды развлечений, кого-то уговорили друзья. Финал у всех один – зависимость. В реабилитационном центре «Вершина» сегодня несколько десятков человек. Тех, кто признал свою проблему и пытается с ней бороться. Реабилитационный центр работает по программе «12 шагов». Используется Миннесотская модель. Работает команда профессиональных консультантов, психологов. «Вершина» – это не медицинское учреждение, это реабилитационный центр, где поддержку людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, часто оказывают те, кто сам через это прошел. Я сам прошел успешную реабилитацию. Когда вы сами были резидентом, вы ощущали помощь и поддержку от консультантов? Да, это большая помощь была. Я видел, смотря на них, у меня появлялся смысл, выздоравливает. Михаил в реабилитационном центре уже несколько месяцев. Его история похожа на остальные. Вначале просто попробовал, но совсем скоро стал зависимым от запрещенных веществ. Когда понял, самому справиться не удастся, обратился за помощью в «Вершину». Я постоянно на людей агрессировал, дрался, бил людей. Сейчас этого нет. Сейчас Михаил на пути исправления и уже строит планы на будущее. Я планирую остаться здесь работать дальше, передавать свой опыт, а не знаю, другим ребятам в плане того, как я прошел, тоже что я не буду проходить. И подобные планы на будущее есть у каждого резидента реабилитационного центра. Ведь главный шаг на пути к извлечению от зависимости они сделали, а прошагать остальные им помогут здесь. Карина Тимкова, Владислав Горбунов. Новости дня.